Вспомните, сколько раз в течение этого года вы сталкивались с необходимостью работать дома. Я думаю, что таких дней не сосчитать. А как часто работа на удаленке приносила вам удовольствие? Над этим уже стоит задуматься. Пандемия научила нас приспосабливаться. Но научились ли мы работать так же эффективно дома, как и в привычном офисе? Я думаю, что без лайфхаков здесь не обойтись. Правило первое. Не работай там, где спишь и ешь. Да, дома есть большой соблазн проснуться и затащить в постель ноутбук. Но в таком положении вы скорее потратите время, блуждая в интернете, а не выполняя задания. Упс. Поэтому сразу с утра программируем себя иначе. Просыпаемся, как обычно, идем в душ, затем завтракать и только потом приступаем к работе. Важно! Садимся за стол. Во-первых, в привычной обстановке психологически проще выполнять прежние действия. Ну а во-вторых, задумайтесь о здоровье. В лежачем положении ваша спина сильно устает, образуется гипертонус, а это еще больше отобьет желание работать. Правило второе. Обустрой рабочую зону. Вспомните детали вашего прежнего места и перенесите их в дом. Настольная лампа, стикеры с напоминаниями, удобный стул, чашечка кофе. В идеале нужно разместиться в отдельной комнате. Но если пространство не позволяет, организуем уголок в зале, спальне или на кухне. Чтобы экономичнее использовать помещение, закрепляйте на стенах полки и небольшие органайзеры. Это поможет разгрузить рабочую поверхность. Если нет места и для рабочей поверхности, то создайте его. Например, приобретите откидной стол. Идеальный вариант – балкон. Мы любим хранить там ненужные вещи. Но ради простора творчества можно и нужно изменить этой привычки. Только представьте, сколько света вас будет окружать. А если еще открыть окно, то сразу станет свежо. Просто мечта, а не рабочее место. Поэтому сделайте ребремен балкона, чтобы работать стало еще приятнее. Если же балкона нет, а потребность в естественном освещении есть, то можно обыграть пространство у окна. Рабочее место у окна – это продолжение подоконника. Площадь у окна не позволяет разместиться с комфортом, но все равно хочется быть ближе к природе. Окружите рабочий стол комнатными цветами, и их свежесть скрасит рабочую атмосферу. Правило третье. Зонируйте пространство. Неважно, где в итоге вы решили расположить рабочую зону – в спальне или в отдельном кабинете. Зонирование очень важно для вашей продуктивности. Если вы работаете в спальне или гостиной, расположите стеллаж, чтобы ограничить зону отдыха от зоны работы. Да, даже дома нужно понимать, где вы будете отдыхать. И даже ходить на обед. Дисциплина, знаете ли. А стеллаж может служить дополнительным местом для хранения вещей. В конечном счете важна не только обстановка снаружи, но и то, что творится внутри. И если работа в радость, то важно окружить себя предметами, которые вдохновляют. В интернет-магазине «Ангстрем» вы найдете все необходимое.